Продолжение следует... Продолжение следует... Если брать группу пациентов с опухолями опорно-двигательного аппарата, в конце регистра 1035 пациентов, это включая все опухоли кожи, мягкие ткани, костей. Средний возраст наших пациентов составил 47 лет, и что делает проблему социально значимой, то что треть пациентов это моложе 30 лет. С 2000 года пролечено 220 пациентов с аркомиах тканей, и основной метод лечения был комбинированный. Комбинация с лучевой терапией, химиотерапия на том этапе имела как палиативный метод. В структуре с арком хочется отметить большой процент рецидивных форм, 34% это рецидивы, которые возникли после нерадикальных вмешательств, которые выполнены вне онкологических учреждений. Морфологические варианты нашего исследования. Достаточно много форм высокоагрессивных мягких ткан с арком. С 1999 года в нашем центре выполняется методика иммунодезной химической диагностики опухоли человека. Выполняется практически весь спектр диагностических процедур, представленных на слайде. Прошу прощения. И вот такой слайд интересный. На 1200 исследований в лаборатории иммуногистохимии, которые потребовали этого метода, диагностировано всего 20% опухолей, из которых только 50% оказались в злокачественности. То есть, насколько необходим этот разрушающий метод иммуногистохимии. Комбинация стояла из лучевой терапии в пред- или послеоперационном режиме. 60% больным выполнялись обширные сечения, которые требовали пластического замещения возникшего дефекта покровных тканей. Дефект был размерами от 48 до 400 см квадратных. И также у 12 пациентов были диагностированы после выполнения лимфодонектомии метастаза саркома. Здесь представлен метод кожей мышечной пластики с микрососудином с анастомозом в рецидивах саркомы. Ампутационная хирургия также имела место. 13% пациентам была выполнена ампутация конечности. И чем, как мы видим, в дистале находится опухоль, тем больше процентов ампутаций. У 19 пациентов оперативное вмешательство потребовало резекции и протезирование магистральных сосудов. Здесь примеры. Распространенные опухоли на верхнем слайде. Это общая сонная артерия и поверхностно-бедренная артерия на нижнем слайде. При распространенных опухолях. При методических формах сарком хирургия тоже имела место. Это были, как правило, торакотомические или атипические резекции, или лобоктомии. Принципиальная торакотомия, так как у нас в клинике все-таки достаточно широко развита торакоскопия. Так как все-таки ревизию выполнить легкого очень сложно при торакоскопичном доступе. И один пациент оперировался с распадающей опухолью печени. Что ты? Результат хирургического лечения саркоми от тканей. После широкого иссечения пятилетняя продолжительность жизни составляла 50%. Рецидивы были диагностированы у 25%. И после ампутации пятилетняя продолжительность ставила 15%. Результат комбинирования лечения. Комбинация предоперационной лучевой терапии и операции. После широкого иссечения пятилетней продолжительности жизни составила 76%. Местных рецидивов не наблюдали. И операция с послеоперационной лучевой терапией показала 51% пятилетней враженности и рецидиву 31% больных. С 2010-2011 года проводится химиотерапия при саркомах высокой степени злокачественности. Стандартные режимы для данной формы заболевания. Было пролечено 18 пациентов. Одевантный режим используется у 6 пациентов. Признаков прогрессирования за время наблюдения не было. Лечебный режим 6 пациентов стабилизации. Чистичный ответ 3 пациента. И прогрессирование после 4-6 курсов у 3 пациентов, которым была предложена вторая линия химиотерапии. У них наблюдалось прогрессирование после 2-4 месяцев. Ну и, конечно же, решение существующих проблем – это формирование и внедрение практики алгоритмов лечения сарком мягких тканей высокой степени злокачественности. Немножко хотел бы остановиться на лечении опухолей костей. Малоиндозивные методики у нас были использованы у 20 пациентов с опухолеподобными состояниями. И с 2010 года, с сентября месяца, у нас стартовал новый проект в нашем центре – это эндопротезирование крупных суставов. На данный момент выполнено 15 оперативных вмешательств по эндопротезированию. В своей работе мы использовали модуль эндопротезы, так как у нас не было своего собственного опыта. И тот дефект реконструировать протезами индивидуального дизайна не всегда получался возможным. На данном слайде варианты остеопластики при опухолеподобных заболеваниях костей – это невризмальные кисты. И вот пяточная кость – это гигантоклеточная опухоль. Эндопротезирование тазобедренного сустава у нас выполнено 4 пациентам. В данном случае пациент с гигантоклеточной опухолью. При поражении дистального отдела бедренной кости эндопротезирование было использовано у 6 пациентов. При поражении проксимального отдела большеберцовой кости эндопротезирование было выполнено 3 пациентам. И хотелось бы представить слайд пациента с новой для нас локализацией плечевой костью. Технически мы не смогли подготовить, так как операция была выполнена только вчера. Спасибо за внимание.